Полина Рэй. Ты предатель, папа. Разгуливая вдоль полок гипермаркета, я выбирала продукты, складывая их в тележку, а заодно продумывала, что ещё будет нужно прикупить для отпуска, в который мы собирались через неделю всей семьёй. Я, мой муж Лев, наша с ним дочь 14 лет, Даша. Вот компания, которое было всюду и везде уютно и хорошо. Мы планировали посетить север нашей огромной родины, побывать там, куда придётся добираться с приключениями. Обычно предпочитали ездить с комфортом, но сейчас выбрали довольно труднодоступные места для путешествия и с азартом обсуждали момент, когда сядем в самолёт, долетим до пункта назначения, а дальше отправимся на перекладных в городок, где даже летом было довольно прохладно. Улыбнувшись самой себе, я положила в тележку сразу целую упаковку злаковых батончиков. Это был отличный перекус для всей честной компании в длительных переездах и переходах, которых у нас было запланировано весьма много. «Олесич, привет! Ты дома сейчас?» – спросила у меня Юля, моя двоюродная сестра, когда я уже собиралась направиться к кассовой ленте, по пути заглянув в отдел с экипировкой для путешественников. Две пенки, на которых мы обычно спали в палатках, изрядно поистрепались. Нужно было обзавестись новыми. «Привет, уже не дома», – откликнулась я. «Буду у тебя через полчаса, как и договаривались, а что?» К сестре я должна была заскочить за термосами, которые она пообещала дать с собой на всякий случай, а ещё для того, чтобы послушать её мужа Диму. Тот должен был дать нам инструкции, что называется, из первых уст. «Да ничего, я сейчас мимо ехала, Лёвина машина у подъезда стоит. Думала тебя забрать, раз ты ещё дома, но раз уже ушла…» Я нахмурилась и взглянула на часы. Лев ещё был на работе, это знала точно. Муж вообще был весьма ответственным, и если рабочее время длилось ровно до четырёх, его из офиса было не выкурить. «Ты, наверное, ошиблась», – сказала, направляясь в отдел, где продавались товары для туризма. «Лёва точно не может быть дома?» Юля хмыкнула. «Может, заехал зачем-то. В любом случае, это всё ерунда. Уже направляюсь к себе, приезжай». Она отключила связь, а я приостановилась, потому что внутри что-то противно царапнуло. Я знала, что если бы Лёва заскочил домой с работы, он обязательно бы меня об этом уведомил. Значит, Юля ошиблась и просто перепутала машины. Добравшись до нужного отдела, я стала выбирать пенку. Ещё было нужно обзавестись какими-нибудь приятными и полезными мелочами, которые непременно пригодятся в поездке. Собирались арендовать большую машину для того, чтобы добраться до берега Баренцева моря, а это значило, что багажа можно было прихватить с избытком. Ну а то, что придётся переплатить в аэропорту – ерунда. В последние пару лет доходы нашей семьи выросли. Лёва перешёл на новую должность, мой маленький бизнес тоже пошёл в гору. Так что мы вполне могли позволить себе маленькие роскоши. Я взяла в руки термокружку и повертела её в руках. Смешной принт как нельзя лучше подходил Дашке. Она обожала зайцев. Казалось, её комната – это целый склад для пушистиков самых разных мастей и размеров. Зайчиками-игрушками была полна её детская, которую наша со львом малышка запрещала так называть. Ведь дочери было уже целых 14 лет, а значит, она уже никакой не ребёнок. Раздался звонок на телефон, и я, вытащив его из сумки, улыбнулась. А вот и не ребёнок собственной персоной. Дашка уехала со сборной по гимнастике в Москву. Ей в сопровождение мы отрядили мою маму, которая всё никак не могла смириться с тем, что внучка уезжает так далеко одна. И все мои и Лёвины попытки убедить её, что рядом всегда сборная и опытные тренеры никакого эффекта не оказывали. «Да, Дашунь!» – ответила я на звонок и тут же замерла от ужаса, который сквозил в каждом слове, которое стала выкрикивать мне дочь. «Мама! Мамочка!» В её голосе слышалась такая оторопь, смешанная с истерикой, что у меня мороз по спине побежал. Что могло случиться? Я была неправа, и мне стоило самой поехать с Дашей на эти сборы. «Я домой приехала раньше», – затараторила дочь. «Хотела сделать сюрприз. Ничего вам с папой не сказала. И вот бабушка пошла в магазин, а я поднялась наверх». Она буквально захлёбывалась словами. «А здесь мамочка!» Я стояла и хлопала губами, как выброшенная на берег рыба. Что могла увидеть Дашка, поднявшись в квартиру? Вспомнились слова Юльки о том, что она видела машину льва у подъезда. Он тоже приехал с работы, ничего мне об этом не сказав, а в квартире ему стало плохо? Мои пальцы впились в равнодушный пластик. Я держалась за ручку тележки с такой силой, как будто только её наличие могло спасти от того, чтобы я не свалилась в пропасть. «Что там, Даш? Только не молчи!» – взмолилась я, делая шаг в сторону, но так и не отпуская ручку. «Что там? Что-то серьёзное?» «Здесь папа!» – откликнулась дочь, и у меня пол стал уходить из-под ног. Она увидела что-то страшное. Со львом случилась какая-то беда. Так думала я до момента, когда Даша добавила сдавлено. «И тётя Алла тоже здесь! Они голые в вашей постели!» Голосок дочери сорвался. Я выпустила ручку из пальцев и покачнулась. А потом тоже сорвалась, побежав к машине и забыв про несостоявшиеся покупки. В ушах звучали слова Даши. «Тётя Алла тоже здесь! Они с папой голые в вашей постели!» Это был не розыгрыш. Это была не чья-то злая выдумка, с которой мне теперь придётся разбираться. Даша говорила правду. Я знала это, потому что с таким ужасом в словах дочери не сталкивалась ни разу. «Тётя Алла! А Луся! Моя лучшая подруга! Крёстная мама Дашки! Что же она натворила? Что натворил лев?» Я сорвала машину с места и, отерев слёзы, помимо воли, покатившейся из глаз, устремилась к дому. Сейчас всё неважно, кроме того, чтобы как можно скорее оказаться рядом с дочерью и попытаться хоть отчасти загладить весь тот ужас, с которым она столкнулась. Даша обнаружилась сидящей на лавке возле подъезда. Машина льва действительно стояла там, где он обычно её и оставлял. Сердце моё, бешено колотящееся всю дорогу до дома, замедлило свой ход, а потом показалось, что оно и вовсе остановилось. Глядя на дочь, я понимала, в каком состоянии она находится. Рядом с ней сидела моя мама. Она обняла Дашу одной рукой, а второй прижимала к себе буханку хлеба. Видимо, за нею она и отправилась в магазин, а дочь в это время поднялась к нам и увидела то, что совсем не предназначалось для её глаз. «Мама!» Увидев, что я приехала, Даша подскочила с места и, подбежав ко мне, вцепилась руками в мою одежду. Дочь была одного роста со мной, но сейчас мне почудилось, будто она такая крохотная и беззащитная, что ей не четырнадцать лет, а от силы три. «Так, так, всё в порядке, всё хорошо!» Начала я успокаивать её, но эффект вышел прямо противоположным. Даша запрокинула голову, посмотрела на меня и сказала твёрдо. «Ничего нехорошо! Я уже всё бабушке рассказала! Он там! Он с тётей Аллой!» Сердце снова стало разгонять бег. Картинки, замелькавшие перед глазами, вызывали тошноту. «Давай сделаем так. Я поднимусь сейчас туда и…» Осеклась, не зная, как продолжить. «Я поднимусь, чтобы убедиться в том, что мой муж мне изменяет, а потом позову тебя и мы…» «Сделаем что? Выставим его за дверь?» «Как вообще это происходит в семьях, где мужчины не могут удержать своё хозяйство в штанах?» «И не просто ложатся в постель с подругой, но ещё и выбирают для этого одного из самых близких людей семьи?» Снова захотелось застонать от понимания, что Лев спал не с кем-нибудь, а с Аллой. И как часто у них это происходило, да ещё и в нашей квартире. Лёва знал, что меня не будет пару часов. Они с Алусей договорились встретиться у нас с весьма конкретной целью. Это была разовая акция, или Лев мне изменял на постоянной основе? Только с Аллой или любовниц было много. Вопросы роились, проносились в голове со скоростью света. Сменялись один другим, и казалось, нет этому ни конца, ни края. Но я должна была получить ответы на всё. «Мам, я иду с тобой!» Так и не дождавшись продолжения, сказала Даша уверенно. Отстранившись от меня, кивнула на мою маму. «А бабушка пусть пока посидит здесь с моими вещами!» Я только сейчас заметила чемоданчик Даши, сиротливо стоящий, чуть поотдаль. Тащить с собой дочь, не зная, что мы можем там увидеть, было глупо. Но я знала Дашу. Если она сказала, что пойдёт, то её не отговоришь. «Хорошо». Всё же приняла я решение. «Постоишь в лифтовом холле, а я зайду в квартиру». Это был компромисс, на который дочь согласилась. Я понимала, почему она хочет быть рядом, знала, что её поддержка в эти минуты очень нужна. Но также осознавала, что не позволю своему ребёнку вновь стать свидетелем отвратительных сцен. «Идём», — сказала ей, и её ладонь тут же скользнула в мою руку. Подойдя к маме, которая так и сидела, впиваясь пальцами в пакет с хлебом, я не удержалась и всхлипнула. Она ведь обожала льва, считала его своим сыном. Для неё это тоже удар. «Мам, мы наверх. Посидишь здесь?» Спросила у неё, стараясь, чтобы голос мой не дрогнул. Вся эта ситуация напоминала что-то сюрреалистичное. Мы втроём внизу, а там, на седьмом этаже, в квартире, происходит бог знает что. И так страшно просто подняться и увидеть всё собственными глазами. «Я ему задам! Я ему так задам!» — проговорила мама. Правда, в голосе её не слышалось и капли воинственности. Лишь только та боль, которую я сама ощущала, всей душой. «Идём», — повторила я Даши, и мы направились ко входу в подъезд. Каких сил мне стоило просто подняться в лифте и, оставив дочь в холле, подойти к двери в собственную квартиру, не знали даже небеса. Выудив из сумочки ключи, я вставила один из них в замочную скважину и повернула. Но ничего не произошло. Дверь была не заперта. Видимо, Даша, когда увидела отца с Аллой, просто закрыла её и убежала. И почему я не расспросила у дочери обо всех обстоятельствах произошедшего? Виной тому был шок, в котором мы обе пребывали. Но сейчас у меня был шанс разузнать обо всём из первых уст. Открыв дверь, я невольно охнула. В прихожей обнаружились туфли Аллы, рядом — ботинки льва. «Есть кто дома?» Это был дурацкий вопрос, но я его задала. Сразу поняла, что в спальне никого нет. Она просматривалась с того места, где я находилась, переступив порог квартиры. Мало того, постель находилась именно в таком состоянии, в котором я оставила её утром, заправив после сна. «О, Алисёнок!» — отозвался лев, распахнув дверь кухни. За столом, немного растерянная и ошалевшая, сидела Алла. Она быстро взяла себя в руки и, улыбнувшись, поднялась мне навстречу. «А мы тут чай собирались пить», — добавил муж. Я жадно и цепко смотрела за каждой его эмоцией, ловила оттенки лжи в словах. Но, кажется, всё было ровно так же, как и обычно. «Я же забыла, что ты к Юльке поедешь», — улыбнувшись, сказала Аллуся. «Заскочила к вам, а тебя нет. Зато Лёва раньше с работы вернулся». Они переглянулись мельком, но мне хватило этого, чтобы увидеть немой диалог, быстро произошедший между Львом и Аллой. «А ты чего так рано?» — спросил муж, подойдя ко мне и приобняв за плечи. «Вроде к сестре собиралась, а это обычно надолго». Он улыбнулся, как делал это всегда, открыто, по-мальчишески. Смотрел на меня с любовью, а я только и могла, что растерянно хлопать глазами, не зная, что сказать. От необходимости отвечать меня избавила Даша. Она появилась в прихожей следом за мной, и когда я повернулась к ней, увидела, какое отчаяние сквозит во взгляде дочери. «Не только мама рано, но и я. Я приехала полчаса назад и всё видела, папа. Теперь я знаю, что ты предатель». Удивление на лице мужа было столь огромным, что я на мгновение поверила в его искренность. «Вот ведь лев стоит передо мной такой же, как и обычно, а рядом с ним Алла, тот человек, которого я знала полжизни. Это ведь с нею я шла на роды, потому что хотела избавить от неприятного зрелища мужа. Это она стояла в церкви рядом со мной, держа на руках Дашку и давая обещание перед Богом быть ей второй матерью». Господи, какой ужас, если сбудется то, что озвучила моя дочь, если Лев и Алла действительно легли в постель? «Да, Шунь, ты что?» – удивился Лёва. «Как ты приехала полчаса назад? Куда? Ты была здесь?» На его лице было настолько искреннее недоумение, что усомниться в нём было почти невозможно. Я сама перевела взгляд на лицо дочери и, высвободившись из объятий мужа, отошла к Даше. «Сейчас я была ей очень нужна, как и она мне». «Да!» – выкрикнула Дашка. «Я была здесь и видела, как вы вдвоём…» Она ткнула пальцем сначала в отца, потом в Аллу. «Были голыми в постели!» Я физически ощущала, в каком истерическом настроении пребывает дочь. Я понимала её на все сто. Это побудило меня встряхнуться и заставить взять себя в руки. Я взрослая и совсем справлюсь, в отличие от Дашки. «Котик, давай успокоимся», – сказала, повернувшись к ней. Для меня сейчас главным было привести дочь в чувство. Она не должна с этим сталкиваться. Она не я. «Иди спустись к бабушке и побудь с ней. Я здесь сама со всем разберусь». Скольких сил мне стоило растянуть губы в насквозь фальшивые улыбки, не знал никто. Но я сделала это, чем хоть немного отрезвила Дашу. «Я буду внизу», – всхлипнув, сказала она и, понуро опустив плечи, ушла. Сделав несколько рваных вдохов, я призвала на помощь все силы и, вновь повернувшись ко Льву и Алле, сказала, «Идём на кухню, нам нужно многое обсудить». Они снова переглянулись, что опять меня царапнуло. Но если представить, что Даша вдруг что-то себе придумала, то восприняла бы я эти переглядывания настолько остро. Я ведь доверяла Льву и Алле на все сто. Они могли обмениваться шутками, вроде «Что за кума, коль под кумом не была?». И я в этот момент стояла рядом и тоже смеялась, как и они. Последнее, что мне пришло бы в голову – приревновать мужа к Алле. «Аллусь, Лёва, ситуация следующая», – сказала я, когда мы устроились за столом на кухне. Мне позвонила Даша и сказала, что поднялась наверх, когда приехала со сборов. Я сделала паузу, подбирая слова, затем продолжила. «И увидела вас в постели, без одежды». Сказав это, замерла. Вновь представила, что увидела Даша, когда зашла домой. Накрыл такой ужас, что мурашки пошли по коже. Моя девочка там, внизу, знает, что я сейчас говорю с её отцом об измене. Как ей смириться с мыслью, что весь её маленький мир может быть разрушен? «Господи, какая глупость!» – нервно хохотнула Алла. «Я приехала к тебе, забыла, что ты будешь у Юли. Лёва уже вернулся домой, встретил меня и предложил выпить чаю». Она указала на чашки, от которых всё ещё шёл пар. Повторила то, что уже мне сказала, и эта история была весьма складной. «Не увидеть Даши отца с крёстной в кровати, я бы даже ухом не повела, застав их за совместным чаепитием». «Она мне мстит!» – вдруг сказал Лёва и, прикрыв глаза, покачал головой. Мы с Алусей синхронно возрились на него, не понимая, о чём речь. Кто кому мстит? Он о Даши? Какие глупости! Она ведь обожала отца, и эти чувства были полностью взаимными. Так о чём сейчас шла речь? «Я всё понимаю, подростковый возраст и всё такое», – продолжил Лев. «Но это ни в какие ворота не лезет, Олесь. Я с ней немного повздорил перед тем, как она уехала на сборы. Вот она теперь мне мстит за это. Придумала какую-то ерунду и отрывается на мне». Ударив кулаком по столу, Лёва поднялся на ноги и отошёл к окну. Заложил руки в карманы простых спортивных шортов, которые обычно носил дома, и добавил. «Нужно будет сводить её к психологу. Помнишь, из-за чего случился сыр-бор накануне её отъезда?» – спросил Лев, повернувшись ко мне. «Из-за какой-то ерунды, когда я пошутил по поводу её подруги Наташи. И вот Дашка решила мне отомстить. Ладно, я справлюсь, но она умудрилась вовлечь в это ещё и Аллу. Это глупости и неправда. Резко, как будто сейчас речь шла о том, что на мою дочь напали и едва ли не собираются её убить», – сказала я. «Ты ей веришь?» – изумился муж. «Ты веришь в то, что я мог с Аллой? Да она мне практически сестра!» Он возмущался, и это звучало настолько искренне, что сомнения одолели меня с головой. Да, я должна была выбрать какую-то сторону, но когда вот так с разбегу невольно погрузилась в эту ужасающую ситуацию, требовать от меня каких-то сиюминутных действий, способных разрушить всё до основания, не стоило. Очень легко взять огнемёт и сжечь всё дотла. И очень тяжело потом выстроить всё заново, если не невозможно. «Дашка ни разу не была замечена во лжи», – сказала я, поднимаясь с места. «И уж простите, но да, я хочу всё проверить». Выдерживать и дальше то напряжение, что сковывало меня по рукам и ногам, я не смогла. Промчалась вихрем в спальню, сдёрнула покрывало. Постель была точно такой же, какой я оставляла её каждодневно, отправляясь на работу. «Олесь, Олесь, ну ты что?» – воззвал ко мне лев. «Я согласна с Лёвой», – подала голос Алла. «Не в том, чтобы обвинять Дашу, ты не подумай. Просто она подросток, она стала точить зуб на отца, и вот во что это вылилось». Едва дослушав, я метнулась в ванную. «После секса ведь принимают душ, не так ли?» Здесь тоже всё было нетронутым. Никаких влажных полотенец, отправленных в стиральную машинку. Никаких волос на раковине и всех тех атрибутов, которые обычно сопровождают купальные истории. Да и что у льва, что у Аллы не имелось вида, будто они только что принимали душ. «Олеся, Господи, пожалуйста, просто мне поверь!» Взмолился муж, когда я перебежала в сторону кухни и стала рыться в мусорном ведре. И здесь всё тоже было ровно таким, каким оставалось утром. Выброшенные упаковки из-под двух круассанов, что мы съели со львом на завтрак, и всё. Их я отметила отдельно, потому что поставила себе пометку в следующий раз сделать к утреннему кофе что-то более основательное. «Просто поверь мне, нам!» — попросил Лёва, когда мне показалось, что я начинаю сходить с ума. Взял меня за плечи и легонько встряхнул. Я стояла, глядя на него, переводила глаза на Аллу, потом обратно на мужа и не понимала, что творится. Оглушённая новостями, ошарашенная тем, что со мною вообще всё это может происходить, я не знала, что мне стоит предпринять. «Что ты предлагаешь мне сделать дальше?» — спросила, обращаясь ко льву. «Сейчас Даша поднимется в квартиру и будет снова истерить и повторять, что она видела вас, занимающихся сексом». Сказанное меня настолько ужаснуло в который раз, что я высвободилась из рук мужа и отошла. «Вы же знаете, что если это действительно так, то между нами всё, конец». Я очень старалась не эмоционировать, но голос меня подвёл. Всхлип, который сопровождал сказанное, был весьма красноречивым. «Олесь, да как ты вообще можешь в это верить?» — выстонула Алла, качая головой. «Лев прав, он мне почти брат. Это просто немыслимо подозревать нас в подобном». Я мысленно досчитала до пяти и опять повернулась к мужу. «Тогда повторю свой вопрос. Как ты видишь дальнейшее развитие событий? Ты будешь говорить с Дашей? Учти, это придётся сделать в моём присутствии в любом случае». Лёва тут же закивал. «Конечно, в твоём. И, конечно, мы будем с ней говорить. Придумать такое? Ну надо же!» Он подошёл ко мне и снова попытался обнять. Я замотала головой, не давая ему этого сделать. Я ещё ни в чём не разобралась, Лёва, но планирую это сделать. И мне бы очень хотелось, чтобы Даша действительно всё увиденное придумала. Я вспомнила, как дочь рассказывала мне о том, что стряслось. Сыграть такое просто ради мести отцу и засказанных слов о её подруге? Господи, да это ведь немыслимо. Но не менее немыслимо понимать, что Лев и Аллуся могли творить такое за моей спиной. «Ты давно пришла?» Спросила у Аллы, давая себе моральный пинок, чтобы хоть немного прийти в себя и продолжить выяснять те вещи, которые могли или уже перевернули мою жизнь на 180 градусов. «Я не знаю. Перед тем, как ты приехала, а что?» Удивилась Алла. «То, что если ты здесь почти час, то чем вы занимались со Львом? А если меньше, то почему тебя не видели моя мама и Даша?» Аллуся снова переглянулась с моим мужем. Она была растеряна. Вот только понять, связано ли это чувство с тем, что их обоих обвиняли в настолько тяжком преступлении или с реальным соучастием в грехе, от которого было не отмыться, я не знала. «Я зашла со стороны садика, Олеся, и никого не видела у подъезда. И вообще, мне очень горько сейчас понимать, что ты вообще способна подозревать меня в таких кошмарных вещах». Я не смогла больше стоять на ногах. Они подкашивались, а голова кружилась. Упав на стул, подняла голову и взглянула на Аллу и Льва. Они были такими близкими и родными. Как же мне смириться с мыслью, что эти двое могли ложиться в постель, которую я делила со Львом? Или с осознанием, что Дашка могла настолько крупно соврать? «Я позову дочь, пусть поднимется в квартиру, она устала с дороги», сказала я, встав на ноги. И хоть сделать было это тяжело, я справилась. «Конечно, зови», — тут же откликнулся Лев. «Очень хочется поговорить с этой несносной девчонкой. Пусть извинится за то, какую ерунду не только надумала, но ещё и успела вложить в твою голову». «Этого не будет», — ответила ему уверенно. «Никаких извинений вы у неё требовать не станете, пока я не буду уверена в том, что Даша лжёт». Сказав это и проигнорировав тяжёлый вздох, больше похожий на стон со стороны мужа, я набрала номер дочери и проговорила в трубку. «Мы ждём тебя дома, Дашуль». Она ответила коротко. «Сейчас буду». И потекли те секунды, когда я чувствовала себя, как на иголках. Всё смотрела и смотрела на Льва и Аллу, и каждый взгляд на них приводил меня в ещё большую растерянность. Подруга была так расстроена из-за происходящего, что такой, пожалуй, я не видела её даже в момент их развода с мужем Германом. «Мам, я бабушку отправила домой», — раздался голос Даши от двери в квартиру, и я ринулась к дочери. Взяла её за плечи и всмотрелась в любимое личико. Она была собрана и спокойна. Это хоть немного сбросило тот груз, что лежал у меня на душе. «Мы с твоим папой и тётей Аллой побеседовали. Они отрицают, ну, всё то, что ты видела. Я вроде всё проверила». Я говорила и понимала, как абсурдно всё это звучит, и с каждым словом чувствовала, что Даша отстраняется. «Ты мне не веришь?» — спросила она, и столько ледяного спокойствия было в её голосе, что мне стало окончательно не по себе. «Я хочу разобраться во всём, Даш, но тебя обижать не позволю в любом случае». Она хмыкнула и вдруг пошла на кухню. Моя маленькая храбрая девочка, у которой мне ещё стоило поучиться. Зайдя следом за ней, я встала так, чтобы оказаться между нею и Аллой со львом. Молчание между нами всеми угнетало, но я попросту не понимала, с чего начать. «Дашенька, что ты такое придумала, а?» Обратился к дочери Лев, когда пауза затянулась настолько, что мне почудилось, будто мы все попали в вакуум. «Папа, я ничего нового тебе не скажу. Ты предатель. Я всё видела. Видела вас двоих в постели». Спокойствие оказалось наносным. В голоске Даши прорезались нотки истерики. «Дашунь, спокойно. Я на твоей стороне. И я с тобой», — сказала, обернувшись. «Нет, я не должна была стоять между нею и Аллой со львом. Я должна была быть рядом». Сделав шаг к дочери, я обняла её одной рукой. Почувствовала, что Даша дрожит, а потом услышала рваный судорожный вздох. «Я тебе верю», — сказала ей. Говорила то, что чувствую. Даже если дочь лжёт, в чём я уже очень сомневалась, ей нужно, чтобы я была рядом. «В смысле ты ей веришь?» — воскликнула Алла, вскакивая с места. «Олесь, ты что? У подростков такое бывает. Знаешь, Тоша тоже мне выдавал всякое. Но рушить из-за этого ту дружбу, которой столько лет...» Она подошла ко мне и Даше, схватила меня за руку и впилась взглядом в моё лицо. Её глаза буквально пылали криком «Поверь!» «Поверь в то, что всё это просто какое-то недоразумение». Жуткое, странное, страшное, но не имеющее к реальности никакого отношения. «Дарья устала с дороги», — сказала я, призывая на помощь все силы. «Ей нужно отдохнуть». Снова со стороны дочери послышался судорожный всхлип, в котором я чувствовала облегчение. Я всё делала правильно. «Алла, до встречи!» — обратилась к подруге. «Лев, тебя прошу переночевать у родителей, или где тебе будет удобно». Я посмотрела на мужа. На его лице проступили такое возмущение и такая утропь, что я снова начала сомневаться. Ожидала чего угодно. Взрыва со стороны Лёвы, когда он пошлёт меня ко всем чертям после моих слов. Того, что он опять начнёт заверять меня в том, что Даша лжёт. Но он, поднявшись следом за Аллой, которая отошла и стояла сейчас чуть в стороне, сказал. «Хорошо, будь по-твоему, Олесь. И я очень надеюсь, что это недоразумение мы обсудим позже, когда всё устаканится». Лев просто вышел из кухни, оставляя мне чувство, что я была к нему несправедлива. Но сейчас выбор был сделан. Я показала, что буду со своей дочерью, даже если она всё это придумала. «Мне очень жаль, что всё дошло до подобного», сказала Аллуся и тоже вышла из кухни. Мы с Дашкой остались вдвоём. Пока я чутко прислушивалась к тому, как подруга выходит из квартиры и как лев собирается, чтобы уехать, дочь тяжело опустилась на стул и, закрыв руками лицо, беззвучно разрыдалась. «Котик, Даш, ты что? Я с тобой, я рядом!» проговорила, присаживаясь на коленях возле неё и отчаянно желая впитать в себя хоть часть того, что испытывала моя малышка. «Я знаю, мам, знаю!» шепнула она, но рук от лица не отняла. А я только и смогла, что обнять её ноги и положить голову ей на колени. Мне было так тошно, хоть волком вой, но позволить себе сейчас рыдать означало принести Даше ещё больше моральных страданий. Я должна была быть сильной, даже если от меня на это требовался максимум усилий. Наконец, за львом тоже закрылась дверь. Муж ушёл. Я не могла даже предположить, что ждёт нас дальше, но ощущала, что жизнь моя сломалась и распалась на части. Даже если Даша соврала, и мы с мужем и Аллой будем общаться и дальше, всё уже никогда не будет прежним. Всё уже не цельное и не такое, каким было раньше. Не такое, каким должно было быть всегда. «Мам, спасибо! Спасибо, что поверила!» сказала Даша, начав гладить меня по волосам. И я не смогла больше сдерживаться. Тоже разрыдалась, сотрясаясь всем телом. Ощущала себя сейчас сломанной, разобранной на части. И как собрать себя обратно по кускам, не представляла. Когда дочь ушла в душ, я снова приступила к обыску квартиры. Чувствовала себя так мерзко, как грёбаный Коломбо, которому изменила жена, а он, несмотря на то, что всё указывало на её неверность, всё жаждал найти подтверждение обратному. Снова перетряхнула постель. От белья пахло кондиционером с ароматом орхидеи. Я вспомнила, как забавлялся лев, отмечая, что мои цветы на подоконниках ничем не пахнут, так хотя бы во сне я буду представлять, что у них имеется запах. Пристально осмотрела каждый сантиметр кровати на предмет волос и прочего. Ничего не находилось. Простонав, я сдёрнула бельё и бросила его на пол. Отправлю в стирку сразу, как Даша выйдет из ванной. Сев в кресло, я растёрла заплаканное лицо руками. Что мне делать дальше? Нанять детектива? Наверное, это будет самым верным решением. Ведь сейчас, когда лев поживёт один, ничто не помешает ему встречаться с Аллой на вполне свободных началах. Во рту появился противный привкус, как будто мне насильно влили в него горькую полынь. Как же всё это ужасно! «Мам!» — позвала меня Даша, и я отняла руки от лица. Заставила себя улыбнуться и покачала головой. Взгляд дочери остановился на постельном белье, сваленном в кучу. Я вскочила на ноги и, собрав вещи с пола, сказала. «Сейчас закину в машинку, потом... Ты, наверное, голодна?» Дашка судорожно сглотнула и помотала головой. «Не голодна, но давай поговорим». И снова я отметила то, какой вдруг взрослой стала дочь. Видимо, это событие изрядно подтолкнуло её к тому, чтобы вырасти за мгновение ока. «Хорошо, тогда я загляну к тебе, как только справлюсь со стиркой». Ответила ей и, натянуто улыбнувшись снова, ушла в ванную. Здесь ещё раз всё тщательно осмотрела, хотя следы пребывания в душе дочери уже стёрли бы то, что могло остаться после совместных водных процедур Льва и Аллы. Тут же перед глазами появилась картинка, как они не раз мылись то в этой ванной, то, скажем, у Алуси. А может, всё ещё более фатально, и окажется, что они встречаются уже не один месяц. Например, снимают отель, куда приезжает Лёва после работы, а сам лжёт мне, что он задержался. Запустив машинку, я села на бортик ванны и приглушённо застонала. Меня охватила дрожь, тело заходило ходуном. Так, надо было взять себя в руки, потому что я нужна Даши, прежде всего ей, а потом уже самой себе. «Дашунь!» Выйдя из ванной и выписав себе пару мысленных оплеух, позвала я дочь, которая сидела на краю постели, уставившись в одну точку перед собой. Она так и не разобрала вещи. Чемоданчик, с которым уезжала на сборы, стоял чуть поодаль. «Я не пойму, что теперь будет», — сказала Даша, когда я зашла и устроилась напротив неё. Её слова, вроде бы такие простые, на самом деле являлись основополагающими в самой тяжёлой ситуации, которая только могла с нами приключиться. Потому что я тоже не понимала, что теперь будет. «Я не знаю», — ответила ей, разведя руками. «Но ты должна понимать, что наши разговоры с твоим отцом неизбежны. Я бы хотела тебе сказать, что он не перестанет быть твоим папой, несмотря на то, что натворил». «Но он предатель. Я не знаю, как мы с ним сможем общаться дальше». Она буквально упала на спину и закрыла лицо руками. «Как он мог так с тобой? А, мам, я не понимаю», — раздался её приглушённый голос. Вот и я не понимала. Если у него кончилась любовь, и они вдруг с Аллой осознали, что между ними есть чувство, то зачем эта вся грязь за моей спиной? Лев мог ведь со мной откровенно поговорить и рассказать обо всём. Я подумала об этом и горько улыбнулась. Конечно, данный разговор повлёк бы за собой крах и нашей с ним жизни, и моей дружбы с Алусей, но ведь сейчас всё вышло ещё более кошмарно. «Даш, понимаешь, папа говорит, что между ними ничего не было, и я осмотрела квартиру и не нашла никаких улик», — аккуратно сказала дочери, когда опять поняла, что мою душу охватывают сомнения. Она тут же села на кровати и посмотрела на меня то ли с опаской, то ли с осуждением. «Я всё видела своими глазами. Они были там. И да, мама, я уже достаточно взрослая, чтобы понимать, чем могут заниматься люди в таких позах и без одежды». «Тише, тише», — взмолилась я, прикрывая глаза. «Я верю тебе, верю, что ты всё это видела, но мне нужно самой убедиться, пойми, иначе меня будут одолевать сомнения». «Да, я стану сомневаться, не потеряла ли я двух близких людей просто так. Значит, выход один. Уже завтра я найду детектива». «Я думала сегодня поехать ночевать к бабушке», — буркнула Даша. «Но потом поняла, что тебя здесь одну оставлять нельзя». Она пересела ко мне, умастившись на подлокотнике кресла, обняла меня одной рукой и предложила. «Давай или вместе к ней поедем, или закажем что-то из кафе и посмотрим комедию». Предложение было по-детски непосредственным, но я ухватилась за него, несмотря на то, что понимала. Ничего из перечисленного мне не поможет. Ехать к матери означало подвергнуться новым расспросам, которым я пока была не готова. «Заказывать еду и пытаться хохотать над фильмом? Да мне кусок в горло не полезет. Но это могло меня отвлечь хоть ненадолго». «Заказывай тогда что-нибудь на своё усмотрение», — чуть повернувшись к Даше, сказала я. «И выбирай фильм, а я тоже ополоснусь и приду». Я вернулась в ванную. Хотелось смыть с себя всю эту мерзость, которая липла к коже, как противная паутина, полная дохлых мух. А потом попробуем с Дашей переключиться на еду и фильм. И хоть немного придём в себя. Спала я в эту ночь отвратительно. Мы с Дашкой легли вдвоём на её кровати. Один раз я даже проснулась от того, что мне из-за стены в нашу с львом спальню послышались стоны. Вскочила на постели, но оказалось, что это был просто сон. Отвратительный морок. Кое-как, пролежав в полудрёме, я встала в пять утра. Первым делом проверила телефон, но ни звонков, ни сообщений от мужа или Аллы на экране не было. Может, они прекрасно развлекались вдвоём, и им было плевать на то, что я чувствую, и что чувствует Даша. Ещё через час проснулась дочь. Завтракать отказалась и вообще выглядела настолько подавленной, что сердце моё дрогнуло. «Мам, я всё же к бабушке поеду», — сказала она, когда пришла на кухню, где я уныло пила кофе. «Не могу здесь находиться, ведь ты всё равно на работу же, да?» Я кивнула, соглашаясь с тем, о чём говорила дочь. Сама ощущала себя так, что сидела, как на иголках над чашкой остывшего кофе. «Отвезти тебя или сама доберёшься?» — спросила у Даши. Та, подойдя ко мне и чмокнув щёку, ответила. «Сама доберусь, я уже взрослая». Она ушла минут через десять, сообщив мне, что уезжает, отправилась к бабушке. Я же, некоторое время посидев наедине с собой, вскочила и побежала одеваться. Заявлюсь сегодня на работу ни свет ни заря, но это всяко лучше, чем вот так чахнуть над своими мыслями, от которых уже кружилась голова. Однако, когда я оделась и спустилась вниз, оказалось, что мои планы по раннему прибытию отменяются. «Олесь!» — окликнул меня голос мужа. Я застыла на месте, перевела взгляд на его машину, припаркованную чуть вдалеке. «Я тебя жду. Дашку видел, как она уехала куда-то». Сам Лёва, заложив руки в карманы брюк, медленно направлялся ко мне. Он выглядел растрёпанным и каким-то уменьшившимся в размерах. «Давай поговорим, родная, потому что мне очень хреново». «Очень хреново». Я не удержалась и горько усмехнулась. Он и представить не мог, каково мне в этот момент, и хреново было самым слабым эпитетом. «Я не против поговорить», — сказала, пожав плечами. «Посидим в кафе, но у меня не слишком много времени». Лев посмотрел на меня глазами побитой собаки. Казалось, он хочет сказать что-то, но сдерживается. И я малодушно добавила, поторопив его и опасаясь услышать самое страшное. «Идём, я действительно тороплюсь». Конечно, соврала. На работе завалов не было. И, пожалуй, мне именно сейчас стоило посвятить всё время тому, чтобы разобраться в стремительно падающую в тартарары семейную жизнь. Но я ещё сутки назад была уверена в том, что мой быт и мой брак нерушимы. Привыкнуть к тому, что это не так, с размаху не получалось. Мы со Львом расположились в кафе, которое работало круглосуточно. Посетителей в столь ранний час не было. Лишь только сонный обслуживающий персонал, почти не обративший на нас внимания, лениво передвигался по залу. Я села за столик, и когда стала листать меню, поняла, что руки мои подрагивают. «Когдашка?» — спросил Лев. И прежде чем я бы ответила, добавил. «Я вчера был неправ в том, что о ней говорил. Но пойми, пожалуйста, когда слышишь то, чего не было...» Я вскинула руку, прося его, чтобы он не продолжал. «Сейчас опять по кругу обсуждать — это последнее, чего мне хотелось. Лёва, я пока ни в чём не разобралась», — сказала ему, когда выбрала блюдо на завтрак на Абум. И была уверена, что к нему не притронусь. «Но мне так нужно было совершать какие-то действия, которые бы обманчиво вернули меня в состояние обыденности и покоя». «Я знаю и понимаю, как тебе сейчас тяжело», — сказал с жаром муж. «Я готов дать тебе время, и я готов делать, что скажешь. Хочешь, я поговорю с дочерью?» «Нет!» — я выкрикнула это слово, чем немало перепугала направляющегося к нам официанта. «Нет!» — добавила Тиши. «Сейчас самое последнее, что тебе стоит делать, — это трогать Дашу. Она и так с ума сходит от того, что не может находиться в квартире, где...» Замолчав, я побарабанила пальцами по столу. Потом собралась и продиктовала официанту, что хочу заказать. Лев спрашивал меня о том, что ему делать, но я этого не знала. Могла лишь сказать одно. Наш запланированный отпуск, в который собирались теперь, точно не сбудется. За это было отдельно обидно. Я ведь так к нему готовилась. Столько планов, столько радости от предстоящей поездки. «Надо ли говорить, что ни на какое путешествие теперь рассчитывать не приходится?» — спросила я у Льва. Он прикрыл глаза и покачал головой. «Это всё такой абсурд! Всё, что случилось! С какой стороны не посмотри катастрофа!» С этим я была полностью согласна, но знать не знала, что совсем делать. Бежать подавать на развод на основании того, что сказала Даша, «Но с чем категорически не соглашался Лев, не сейчас, не в тот момент, когда у меня нет никаких доказательств!» «Мне тоже очень плохо, Лёва», — сказала я, даже не взглянув на то, что поставил передо мною и мужем официант. «Плохо, когда представляю, как вы с Аллой могли в нашей с тобой супружеской постели!» «У нас с ней ничего не было! Господи, родная, как ты вообще можешь такое представить!» — воскликнул Лев. «В том и дело, что никак!» — ответила я ему. «Ты сейчас выглядишь очень искренним, но и реакция Даши такая, что её не подделаешь, Лёва. Я в полном раздрае. Я на стороне дочери, потому что она ещё не зрелая и не такая взрослая, какой ей хочется казаться. Но я в раздрае, потому что не видела ни одного доказательства того, как вы с Аллой провернули самое страшное предательство за моей спиной». «Их и не может быть! Слышишь? Их просто не может быть!» Он откинулся на спинку стула. Выглядел таким обессиленным, таким по-настоящему расстроенным, что у меня сердце отозвалось на это участившимся стуком. «Давай уедем вдвоём, ммм!» Вдруг предложил Лев, ошарашивая меня столь неуместным предложением. «Взять и оставить Дашу, когда она на пике переживаний, а самим укатить в тот отпуск, которого ждала с нетерпением и дочь?» «Сашуля пока придёт в себя, а мы попробуем побыть вместе, как раньше!» Добавил он с какой-то истеричностью. «Предлагаешь устроить нам медовый месяц, пока наш ребёнок здесь страдает от того, что она видела?» Поинтересовалась я, приподняв бровь. Лев тяжело вздохнул и тихо простонал. «Разве я хоть раз за все годы, что мы вместе, дал тебе повод во мне усомниться?» – спросил он меня. Я помотала головой. Лёва был идеальным мужем. Во всём и всегда. Он даже хозяйство со мной на двоих поделил, когда я стала подниматься по карьерной лестнице. Да и до этого момента постоянно норовил снять с меня хоть часть обязанностей, которые я добровольно на себя возложила, и была им даже рада. Он присутствовал при рождении Даши. Он всегда был рядом, всегда смотрел со мной в одну сторону. Не дал Лёва. В том и дело. Но и Дашка никогда ничего подобного не придумывала. Отодвинув стул, я поднялась на ноги. Оставаться и дальше здесь, и вести этот разговор, было слишком тяжело. «Я хочу побыть вне тебя и Аллы, и подумать обо всём этом, хорошо? А дальше опять соберёмся и станем говорить на эту тему, с которой бы я не пожелала столкнуться даже с самому заклятому врагу». Сказав это, я не просто ушла, а фактически сбежала. Срочный поиск детектива. Вот моё спасение. И я знала, кто мне с этим сможет помочь. Иван Кременский был тем, кто помог мне на старте открытия моего бизнеса. В прошлом неприметный одноклассник Иван очень изменился со школьных времён. Потому, когда мы с ним встретились после длительного перерыва, я была весьма удивлена тем, каким Кременский передо мною предстал. Вот и сейчас, стоило только Ивану войти в небольшой ресторанчик, где мы уговорились встретиться и обсудить детали того щекотливого дела, по которому я его позвала навстречу, я в очередной раз удивилась сама себе. О Ване-однокласснике, который ничем особенным не отличался, сейчас не шло и речи. Передо мной с улыбкой стоял молодой мужчина, которого хоть сейчас на обложку журнала. А дед модно, но с лёгкой небрежностью. Очков, как не бывало, на запястье дорогие часы. Да и вообще, выражение лица уверенное, как будто Кременский знал, возжелай он, и ему под ноги упадёт весь мир. «Ты сказала, что у тебя важное дело, привет!» – поздоровался он, устраиваясь напротив. От официанта отмахнулся, да так, что тот сразу понял, пока к нашему столику лучше не подходить. «Привет!» – поздоровалась я, отпевая глоток воды, которую успела заказать до прихода Ивана, потому что приехала загодя. «Да, у меня важное дело и весьма интимное». Кременский вскинул брови, в его глазах заплясали чертенята. Ещё во время прошлых наших встреч я поняла, что Иван обзавёлся не только новым внешним видом, но и ко всему отменным чувством юмора, которое иногда носило оттенки на грани фола. «Как хорошо, что я как раз разошёлся с девушкой, так что выкладывай всё интимное, что у тебя есть». Я почувствовала, как щёки мои опалило румянцем. Конечно, могла просто по телефону сказать, что мне нужно помочь найти детектива, на которого я бы могла положиться, но дело и вправду было слишком щекотливым. «Не красней, а то становишься похожа на ту Олеську, которую я знал в детстве», – сказал Кременский. «И какой была та Олеська?» Неожиданно для себя включилась я в игру. «М-м-м, ты всегда отличалась от других. Помню твои волосы, такие длинные, что им явно завидовали все девочки в классе». Это был совершенно неуместный разговор, но отчего-то мне становилось легче и легче с каждым произнесённым словом. Крохотные отклики воспоминаний вызывали ностальгию и возвращали в прошлое. Там, где не было всего этого кошмара. «Ну, сейчас бы, значит, им понравилась моя прическа», – улыбнулась я, заведя за ухо прядь коры. «И если переходить к делу, то мне нужна помощь с поиском хорошего детектива». Всё же вернула я наш разговор в нужное русло. Иван тут же нахмурился и буквально вцепился в моё лицо глазами. «У тебя случилось что-то серьёзное? Нужен кто-то, кто занимается промышленным шпионажем?» – спросил он. Я невольно округлила глаза и рассмеялась. То, о чём я уже готова была рассказать Кременскому, промышленным шпионажем, я бы точно не назвала. «Нет, это личное. Дело в том, что моя дочь, она уверяет, что видела своего отца, моего мужа, с другой женщиной. Подробностей, разумеется, я избегала. Во-первых, вываливать на голову чужому человеку грязное бельё моей семейной жизни – последнее, что я стала бы делать в любом случае. Во-вторых, опять говорить о случившемся было выше моих сил. «Так, с конкретной женщиной? Она её знает?» «Да, это моя лучшая подруга и, по совместительству, крёстная мама Дарьи». Иван постучал по столу пальцами, дал знак официанту, чтобы тот подошёл. «Чувствую, что без бокала чего-нибудь эдакого здесь не обойдётся. Будешь?» – спросил он меня. Я задумалась. В принципе, могла позволить себе немного расслабиться, да и уже нуждалась в этом. «Смогу ли сегодня думать о небольшом заказе, который оставил клиент для моей фотостудии? Вряд ли». «А давай», – кивнула я Кременскому. После того, как мы заказали по бокалу вина и сырную тарелку, Иван продолжил свои расспросы. «Я так понимаю, что твоя дочь видела своего отца и крёстную в какой-то пикантной ситуации?» – аккуратно уточнил Кременский, попутно просматривая что-то в телефоне. «Да, но можно я не стану обрисовывать всё конкретно?» – спросила в ответ. «Да и к делу это отношение никакого не имеет». Иван вскинул на меня взгляд и, внимательно посмотрев мне в глаза, ответил. «Разрешаю». После чего расплылся в настолько чертовски обаятельной улыбке, что я сразу поняла – он шутит и пытается тем самым разрядить обстановку. Вино, которое очень быстро принёс официант, тоже сделало своё дело. Я едва отпила глоток, как поняла, что эфемерное чувство расслабленности растекается по венам. Это было совершенно неправильно – запивать свои проблемы алкоголем. Но сейчас мне эта встреча и этот лёгкий вкус с нотками цитруса принёс настоящее облегчение. «Спасибо», – в тон Ивану ответила я. «И, повторюсь, да, моя дочь видела отца с крёстной в весьма пикантной ситуации». «И твой муж всё отрицает?» Кременский вновь посерьёзнел, вертя в руках бокал. «Не просто отрицает. Он обвинил Дашку во лжи, сказал, что она ему мстит за какую-то их ссору. Но, понимаешь, дочь не такая», – с жаром сказала я. «Понимаю, конечно», – кивнул Иван. «Продолжай». Ну, а дальше всё просто. Я проверила всё – спальню, ванную, мусорное ведро. Они или успели спрятать улики, или, вероятно, что Лёва всё же не соврал. Поняв, что сказала лишнего, из чего можно было наделать уйму выводов, я прикусила нижнюю губу. Кременский, надо отдать ему должное, хранил непроницаемое выражение лица. Он выслушал меня и, отпив ещё глоток вина, некоторое время молчал. «Тебе нужно во всём разобраться. Есть человек, который в этом поможет. Он как раз мой должник, так что просто обязан сработать чётко и быстро». Наконец, изрёк Иван, набирая чей-то номер. «Я готова заплатить, сколько нужно». Начала я, но Кременский показал мне жестом «Тш». А к вечеру того же дня я обзавелась детективом и приняла решение по поводу поездки, с которой было очень жаль расставаться. «Я отправлюсь в отпуск, но сделаю это не с мужем. Я поеду отдохнуть». Абсолютно. Какая вот? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова